Доброго времени суток, дорогие друзья и уважаемые подписчики канала Красный Дракон! Мы играем в игру вега-конфликта и у нас сегодня очередной ивент Солнцестояния, который еще продлится один день и шесть часов на данный момент записи. Очень интересные призы в данном ивенте. Самое главное и самое нужное это желтый снег. Как я всегда говорю, не ешьте зимой желтый снег. Он необходим, чтобы победить цели, которые мы сегодня будем побеждать, а также очень нужный, на мой взгляд, непосредственный транспортный фрагмент, который может за собой таскать 1 миллиард 395 миллионов 864 тысячи 370 тонн. Очень интересная вещь, советую обязательно его заполучить. Тем более этот ивент способствует к этому очень легко и непринужденно. Так, далее, это, конечно, командующий флотом Крис, вот такой сказочный герой. На сотом уровне имеет модификатор стрейфа 13%, скорость кораблей 10%, ну и скорость кинетического орудия 15%. Но если вы еще его и снарядите одним кораблем дреднауда, то получите еще груз на 50 миллионов тонн. Также, кто еще не заполучил оснащенный жнец, в этом ивенте можно будет или добрать, или же полностью собрать такой корабль. Есть также оснащенный кулан, сразу идет он, МК третьего уровня. Вот такой, полностью с вооружением, но без щитов, без ничего. Имеет просто пушки войда, слинга третьего уровня. И, в общем, получается у него урон в секунду 114 580, прочность 185 тысяч. Стрейфы, повороты и всякое такое. И также можно будет его сразу же дооснастить. Это МК четвертым, МК пятым, ну и элитным. Выбив, соответственно, определенные очки, ивентовские, и потратить их на эти модификаторы. Имеется кровавый двигатель, тоже хорошая вещь. Имеет лимит сопровождения 20, прогрев 4-секундный. Минимальная давленность 1АУ, зато сектор прыжков H3. Замечательная вещь, кому нужно быстро куда-то добраться. Я его оснащал на свой транспортник. Четкая вещь. Советую также. Далее в этом ивенте очень хорошие вещи. Это у нас оснащенный сегментатор. Сразу идет целый корабль третьего уровня. Новый корабль. Весь полностью вооружен. Можно посмотреть в модификаторах, что имеет. И также предметы. Состоит из вулкана Аорта 2-го и 1-го уровня. Кровеносных щитов 2-го уровня. Гемоглобиновой брони 2-й уровень. Кинезивные стабилизаторы имеет. Которые дают обход щита 20%. Скорость оружия 1100 метров в секунду. Также спаренные двигатели. Дающие поворот и скорость корабля. Но минус стрейф 25%. И также улучшение. Двойное форсирование. Дает усиление у флота. Это урон кораблям 2,5%. И урон щитам 2,5%. Сразу же. Как авианосцы. Имеют поле. Также имеется оснащенный фрегат дракон. Это элитный корабль. Прям целиком готовый. Вооруженный. Который можно также будет получить его. И уже использовать своих. Уже даже вооружен желтым снегом. И использовать его против флотов. Также идет оснащенный крейсер DORIC. Элитный. Тоже элитный. Тоже готовый. Их можно будет заполучить по 3 штуки каждого. Вот в таком он состоянии у нас. В оснащении. 3 штуки можно получить этого. 3 штуки можно получить этого. Я уже его забрал. И один у нас идет пока оснащенный сегментатор МК-3. Советую к получению за ивентовские очки типу Рона Кровавый. Так как благодаря его можно будет оснащать корабли, броню, щиты. Немаловажно, очень нужная вещь. Это за ивентовские очки. Если, конечно, у вас их очень много, наберете. Идет постройка кораблей. Любых кораблей. Переоснащение кораблей. Также любых кораблей. 8-часовые. Модернизация модулей. 4-часовая. Модернизация модулей. 12-часовая. Переоснащение модулей. И ремонт кораблей 4-часовой. Дальше у нас идут корабли. Стража Фемида. Тоже элитные. Вооруженные и опасные. Оснащенные правосудия. Тоже элитные. Заступник элитный. Арбитр элитный. Тоже советую брать. Они не помешают. Их можно будет забрать по 6 штук каждого. Кроме авианосца. И гонщий пёс. Также элитный. Тоже 6 штук можно будет добрать. За определенные ивентовские очки. Вместе с твердыней. Тоже полностью готовы. Оснащенные боевой корабль. Теперь я хочу вам показать флот. Свой флот. Каким я буду атаковать. И зарабатывать элитные очки. В ивенте солнцестояния. Флот состоящий из крейсеров истинных. Вооружены тяжелым щитом Ихор 4 уровня. Три штуки. Они нужны для того, чтобы щиты могли регениться. Гемоглобиновая броня 3 уровня. 5 штук. По умолчанию они оснащены сангиновой броней. Но сангиновая броня 3 уровня имеет массу 3517. С прочностью 625 тысяч. Кемоглобиновая броня 3 уровня. У нас имеет массу 2500. С прочностью 593 тысячи. То есть прочность незначительная. Зато масса очень прям зачетная. И использую я ее для того, чтобы у меня влезли орудия. Что очень нужно для корабля. Чем их больше, тем они эффективнее. Их у меня здесь 3. Луча стука сердца. Третьего уровня. И 1 четвертого. Командующим этого флота я поставил Татьяну Демину. Так как на мой взгляд и путем опыта, меняя их с другими командирами, такими как командующий Бёрр, у которого специально идет специализация энергетических орудий, доктора Корбус Ширан тоже имеет эту же функцию. И мне все-таки более-менее понравилась именно она. Что у нее есть? Энергия щита дает 7120. Бонус к орудию урону в секунду плюс 25%. Энергия щита также идет плюс 15% и урон плюс 15%. Теперь давайте перейдем к самому бою. Атаковать мы будем красный гигант 200, так как за него дают сразу 1 миллион ивентовских очков. И это очень хорошо. Но он атакуется только желтым снежком. Будьте внимательны. Для начала будем атаковать простые флота, чтобы получить какие-то ивентовские очки, для того, чтобы уже можно было за них собрать желтый снег. И уже ими атаковать дальше. Мы пропустим фарм ивентовских очков, чтобы получить желтые снежинки. И приступим сразу к фарму красного гиганта 200. Находим красный гигант 200 и атакуем его. После того, как мы попали в бой, сразу протыкиваем наши снежки и полностью цель указываем только одну. Вот этого неубиваемого вражину. Игнорируем всех его подопечных и летим прямо на него. Для чего лететь на него? Для того, что у нас снежки летят строго прямо. Пока мы на него смотрим, снежок полетит туда, куда мы смотрим. Как только он начинает разворачиваться, снежок летит совсем в другие места, ненужные нам. Итак, вот мы уже на подлете. И давайте начинаем атаковать. Атака происходит три раза. И все. Теперь просто нацеливаемся на самые сильные корабли. Жесткие точнее. И убиваем всех остальных. И все. Остается один корабль. Мы получили один миллион ивентовских очков. Фрагменты желтого снега 58 штук. И также ремонт даром. Отправляем его на базу, так как у нас забиты трюмы. Этим самым мы еще можем себе подфармить и ресурсы. Заходите на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Спасибо, что смотрите. Всем спасибо, всем пока. И берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok